Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы рассмотрим возможности редактора загрузки данных ClickSense. Редактор загрузки данных позволяет нам подключаться к различным источникам данных и объединять эти данные вместе. Также позволяет преобразовывать данные, создавать новые таблицы, добавлять новые поля, которых раньше не было, удалять поля, которые нам не нужны при загрузке данных. Это очень удобно и добавляет свою гибкость и скорость при работе. Давайте перейдем к нашему приложению и рассмотрим на примере. Откроем наше приложение Sales Analysis и перейдем в редактор загрузки данных. В редакторе загрузки данных мы видим подключение, которое мы с вами уже создавали, перетаскивая данные в область. И видим автоматически созданные скрипты, которые мы можем редактировать и вносить корректировки в эти скрипты. Давайте загрузим еще данных в Кликсенс. Для того, чтобы нам вывести данные на карту, нам надо получить координаты городов. И давайте добавим эти координаты. Возьмите файлик из письма с Geodata и перетащите этот файл в область Кликсенс. Кликсенс вам показывает, что есть лист 1 и каждому городу соответствует широта и долгота. И еще предлагает загрузить два столбца, это D и E. Мы эти столбцы не загружаем. Нажимаем кнопку профиль. Кликвью находит автоматический связь город к городу. И нажимаем завершить и загрузить. Закрыть. Итак, мы видим, переходим в автоматически созданный редактор скрипта. И здесь мы его разблокируем. Нажимаем кнопку разблокировать. Находим внизу наш скрипт загрузки, город, широта и долгота. И для того, чтобы у нас карта понимала, где эта точка, нам надо широту и долготу преобразовать в точку. Для этого мы воспользуемся специальной формулой, которая называется GeoMarketPoint. Мы берем и в скрипт, добавляем формулу. И в скрипт нам подсказывает, что добавьте широту. Вот она у нас широта наша. И долготу. Теперь после ключевого слова S мы пишем GeoK. То есть точка на карте. Вот мы создали, загрузили два параметра и создали новое поле, точка на карте. В процессе загрузки эти два параметра, долгота и широта, будут объединяться в один столбец, который называется GeoK. И нажимаем Сохранить. И нажмем кнопку Загрузить данные. Все, наши данные загружены. Теперь мы можем перейти в просмотр модели данных. И увидим, что у нас появилась новая таблица, в которой есть города и GeoK. Точки на карте. Это объединенная долгота и широта. Теперь давайте из даты получим номер недели. И так вот у нас есть скрипт. Есть дата заказа. Есть месяц заказа, год. Давайте получим номер недели заказа. Для этого воспользуемся формулой WIC. Формулу WIC передадим дату. Это вот наша дата. Звук. Также мы можем получить и месяц из даты. Можем наш месяц убрать. Теперь сохраним и загрузим данные. Перейдем в наше приложение. Созданный дашборд. И видим, что у нас здесь незавершенная визуализация. Почему-то страны пропали. Вот. Готово. Сохранить. И теперь мы можем из списка полей выбрать вновь добавленные поля в качестве фильтра. Вот у нас появился неделя, которую мы только что добавили. Добавим эти поля как фильтры. Добавим год. Месяц. Например, номер недели. Готово. Теперь мы можем по данным фильтрам применять данные фильтры. Мы отсортировали по годам. Посмотреть в январе по этим годам. И на гели. Точно так же. Мы с вами рассмотрели возможность редактора загрузки данных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...